Здравствуйте, Евгений! Сегодня мы с вами встретились, чтобы обсудить одну интересную тему. Она имеет сейчас в нашей общественно-политической российской жизни важное значение. Ну и мне интересно вас расспросить касаемо этой темы, поскольку вы к ней очень близки. Я бы даже сказал, вы прямо в этой теме живете. А речь идет у нас об изборском клубе. Относительно недавно он появился, как некий экспертный совет. Я у вас еще спрошу, вы, может, расскажете подробно, может, исправите меня. Но появился как некий экспертный совет, в который входит очень много лиц, который посещает очень много людей. И вот мне хочется, начав свои вопросы об изборском клубе, начать разговор о кольце, начиная с имени. То есть изборский клуб, пожалуйста, расскажите, если изборское это место или город, поселок, то расскажите, пожалуйста, об этом городе или поселке. То есть расскажите, давайте начнем с имени. Расскажите, откуда пошло название. Все я понял. Спасибо, Борис. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, уважаемые зрители. У нас возникла такая необходимость немножко объясниться. В Новосибирске у нас есть такое отделение изборского клуба. Не просто так оно возникло. Оно возникло как бы с благословения, значит, и по просьбе основателя изборского клуба Александра Андреевича Проханова. Значит, что такое изборск, почему такое название и откуда оно пошло? Очень хороший вопрос, потому что он как бы всегда проходит мимо. Я удивляюсь, почему его не задают никто. Спасибо за вопрос. Значит, вот смотрите, сам год образования изборского клуба, 12-й год, значит, два года назад, значит, он был основан на юбилей 1150 лет образования российского государства. Как мы помним из, ну, повесть временных лет, я не буду говорить, что каждый ее читал, но она вошла в историю государства российского, знаменитую Карамзина, который ее практически полностью изложил. И поэтому наша государственность ведет свой отчет с 1862 года. На юбилей образования российского государства, а мы, если вспомним повесть временных лет и историю вот этого Карамзина, значит, с чего началось, с чего есть пошла Русь, земля русская, значит, ну, они там пишут, может быть, кто-то с этим и не согласится отчасти, ну, пусть так, государство ведет отсчет свой вот с приходом варяжских князей Рюрика и его братьев Синеуса и Трувора. Значит, и по легендам вот этих вот, вошедших вот в эти вот древние повести, все могут проверить это. Трувор взял себе, сам Рюрик остался в Ладоге и около 20 лет там правил северными славянами, восточными северными славянами. Значит, Трувор, его брат, ну, как бы легендарный брат взял Изборск или основал Изборск, или взял Изборск, значит, а Синеус, третий брат, Беловозеро. Так вот, в наше время, что самое удивительное, в нашему времени из всех вот этих вот мест легендарных, вот этих вот оснований нашего государства, сохранился действительно только Изборск. Имеется в виду в целости, прям такой исторической относительности, сохранности? Есть, есть там и определенное такое поселение, скажем так, не назовем его, допустим, городом, там, селом, деревьем, ну, есть такое, значит, я даже не знаю, поселок городского типа или что-то, но есть великолепная, сохранившаяся старая крепость. Она тоже когда-то падала, она разрушалась, и, насколько я помню, она, по-моему, последнее, вот то, что у нас сегодня сохранилось, вот, это, по-моему, 15-й век, ну, каждый может проверить, неважно. Факт то, что она и последняя постройка, ее тоже включила, конечно, и древние какие-то традиции воинские, это естественно. И вот в Изборске стоит вот эта вот старая крепость. Что такое был город Изборск? Изборск, даже не город, а вот этот вот ратный такой укрепленный узел, он стоял перед Псковом, и самые первые вот эти вот силы, которые надвигались именно с запада, это Тевтун, Нарусь, захватнические все, и они натыкались на вот этот вот первый пограничный, пограничный, как раз. И это место все пропитано вот этим вот ратным духом, вот этого противостояния с западу. Понимаете, к чему я клоню? Понимаю, в принципе, понимаю. Да, 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 противостояние именно нашествия с запада. Там даже перед самой крепостью есть поле, поле, оно до сих пор называется Сшиб. Название поля. Представляете, что там творилось? И интересно еще, что практически всегда этот гарнизон, который там стоял в Изборске, он почти всегда погибал. Там даже есть такая удивительная башня, которой вот такой башни вы не найдете нигде. Она, ну, может, не найдете, я не знаю, может, не такой специалист в архитектуре и военной, там, это самое, ну, факт то, что она просто удивительна. Она говорит о том, насколько наши предки вот эту свою, ратную, ратный долг свой воспринимали, как свою жизнь, как то, что они могут отдать во имя своего народа и во имя своих детей и так далее. Погибали, то есть всегда на боевую задачу выполняли. Стоит башня внутри этой крепости и ее бойницы направлены именно на то, чтобы уничтожать внутри крепости. То есть они уже знали, что их гарнизон не такой большой. Что зайдут в крепость. Что зайдут в крепость и они будут в этой башне погибать. Понимаете, вот такая разница. Вот такой город Изборск, сохранившийся, именно вот его год основания, 862 год. И вот на юбилей вот этой даты, юбилей образования русского государства Александр Андреевич Проханов, великий русский писатель, я считаю, патриот, политик, аналитик, историк, пускай даже, пусть не профессиональный, но великолепный историк, он вот был инициатором создания вот этого Изборского клуба. Я могу продолжать или еще вопросы какие-то походы заведуты? Я могу продолжать. У меня, подождите, у меня, значит, про происхождение, в принципе, я все понял. И про символику, и связь историческую тоже. А, можно еще? Да, можно. И там в Изборске сохранился даже Труоров крест. Каменная такая глыба в виде креста. Древняя вот эта вот. И она на символике Изборского клуба есть вот этот. Труоров крест. Там все, вот этот крест, и пересекается вилетящий журавлик. Понял. Вот. И, да, вот про происхождение и про связь времен я, в принципе, понял. Вы упомянули как раз про основателя. Клуб Александра Андреевича Проханова действительно публициста, действительно писателя, причем очень трудолюбивого писателя и продуктивного, действительно человека, любящего историю и оставивающего на нашей общественно-политической цели сцене, патриотические государственнические взгляды. Вот. Хотелось бы узнать чуть-чуть поподробнее, потому что есть такая особенность у Александра Андреевича Проханова. Она связана с его жизнью. Дело в том, что, в принципе, фактически известно, что Александр Андреевич не раз находился в горячих точках, и что практически вся его жизнь, в том числе и труды его родились на почве как раз впечатлений опыта жизненного нахождения в этих горячих точках, и так иначе участия в них. И как журналиста, и как писателя, и как философа, и как политика. Вот, ну, хотелось бы чуть-чуть подробнее про это узнать, чтобы, как говорится, этот момент раскрыли. Насколько вам известно? Да, насколько мне известно. Конечно, чтобы рассказывать о такой личности, как Проханова, надо иметь, конечно, глубокие знания, но я знаком со всеми практически его произведениями, романами, лично знаком с Александром Андреевичем. Удивительный человек. Я бы не сказал, что вся его жизнь и все его творчество связаны именно с батареическими сценами, с батареическими повестями и романами. Это огромный, конечно, аспект в его творчестве, огромный. Но начинал, конечно, он не с этого. Ведь каждый человек и мировоззрение каждого человека начинается с чего-то. Он закончил технический вуз по специальности в ракетостроении, по-моему, или самолетостроении, что-то такое. И сразу после окончания института он, не знаю, знаете вы или нет, поверите или нет, он ушел работать лесником. Просто бросил всю городскую свою суету, друзей. Ушел. Я поверил. Я поверил. Я знаю, что вы лично тоже знаете Александра Андреевича, Бориса. Я поверил. Ну, как бы, виделись, встречались, разговаривали. Вы понимаете, что это человек такой неординарный. Значит, вот в молодости он после окончания института и ушел работать лесником. Я ничего не буду озвучивать там, рассказывать. Я просто скажу, что результатом, кстати, его там многие критикуют, что он работал, какой он там, это самое, не работал ни разу в технике там. Нет, он ушел осваивать какие-то для себя смыслы. Так поступают действительно люди глубокого такого мыслительного подхода. Результатом, кстати, есть такая сборник рассказов. Великолепных рассказов. В стиле деревенской прозы. По-моему, называется он «Иду в путь мой». Вот могу ошибаться, но, по-моему, так. Вы знаете, вот в стиле наших лучших деревенщиков, писателей Шукшина, Белова, Распутина, я читал просто, ну, понимаете, ну, диву даешься, насколько глубоко вот этот молодой парень проник в сознание русских людей. Мне сейчас. Русских рыбаков, лесников, бабушек там, которые прошли войну, которые вот это вот послевоенное время, вот это вот, у них все еще дышит вот этим. К ним приходит молодой парень, ну, после… Начинает работать, он начальник над этими лесниками, понимаешь, у него же высшее образование. Он становится начальником над этими вот мужиками, которые прошли войну, которые… И вживается. Вживается в коллектив, сложно, каждого свои нормы. Это читать просто, ну, изумительно. Я говорю, что такое удовольствие, может быть, я получал только при чтении Шукшина Василия Макарыча. Понимаете? Я просто вспомнил, конечно, можно… Вникаешь вот этим русским характером. Может, в чем-то неудачное сравнение, но я просто вспомнил про Будду, ведь он, будучи по древней легенде, принцем, великим принцем и великим воителем индийским, как раз в тот момент, когда вроде бы вся Индия древняя лежала перед его ногами, он там был сказочно богат, он был, насколько я помню, наследником, вот именно престола, именно принцем, он тоже все… он все бросил абсолютно и ушел в джунгли, стал жить изгоем, стал жить абсолютным отшельником, и тоже он был молодой на тот момент, это был молодой принц, молодой воитель, он ушел, он все бросил, оставил все эти богатства, всю эту славу, все это влияние. Ушел в джунгли и, как говорится, потом мы знаем, чем все это закончилось, это закончилось его духовным неким переворотом и новым мировоззрением. Духовным пророком, основателем целого мировоззрения, религиозного. Я понимаю. Значит, ну, продолжу, если разрешите. Да. Потом он оставляет, значит, эту работу лесника, возвращается опять в городскую жизнь, он человек творчества, видимо, что-то он для себя подчеркнул, и начал вращаться в этой среде таких неформалов, молодых архитекторов, каких-то язычников, каких-то литераторов. Свободомыслящих. Привлился, каким-то образом перевалил, но каким-то образом он попадает, я не помню, по-моему, в литературную газету, не суть важна. Его посылают корреспондентам на Даманский остров во время вот этого вот столкновения с китайцами. И вот эта командировка в этот военный узор, он не попал в пекло, он приехал уже, там же быстро все произошло. И когда он приехал, он же попал на вот эту рыдающую матери на гробах наших солдат, который ползал на сам остров с КГБшником, с молодым офицером, тоже с таким же молодым парнем. Они ползли, слушали под собой этот текущий шумящий водором, и вот сам Александр Андреевич пишет и говорит всегда, вот в этот момент, когда я попал с этим офицером, меня что-то, говорит, пронзило то, что вот то, что происходит в нашем государстве, это просто неотрывно мое. И с этих пор он сам считает себя вот государственником писатель. Интересный такой момент. Интересный. Потом в течение жизни он, значит, писал, его посылали, у него были интересные статьи, которые описывал он техносферу, очень живо, ярко описывал, интересно. Они нравились литераторам его, как бы, ну и каким-то образом он оказался вот в сцене вот этих вот батальных командировок. Это Афганистан, Никарагуа, вот такие вот вещи. А начало было в Даманском полуострове. Африка. Ну, Даманский полуостров, я говорю, он не попал в само пекло военных действий. Он описал это очень живо и интересно, конечно, его статьи читались, они замечались. Но, тем не менее, эффект, ведь после сражений все равно он остается вот этой памяти. А вы представьте, что вы попадете. Мы сейчас живем в такое время, что каждый из нас может такое попасть. Время-то у нас непростое и неизвестно, чем вот наше время сегодня, во что оно выльется. Поэтому опыт таких людей, которые осмыслили вот это все, прошли тогда, когда никто даже не думал ни о крови, ни о войне. Страна была мирная, страна была защищенная. А вот эти вот вспышки, которые возникали где-то на периферии, где-то за границей, они не сильно кого-то трогали. А ведь там отрабатывались какие-то действия, там рождались специалисты военные, там рождались корреспонденты военные, которые могли это описать. И один из них был вот блестящий корреспондент, ставший потом писателем Александр Параханов. Великолепные его военные романы, особенно по Афганистану, они просто поражают. Я не знаю, вот если кто-то считает, что он хочет разобраться, что произошло в Афганистане, я рекомендую считать прямо дерево в центре Кабула и так далее. Начались и там несколько серий целых романов. Там боль писателя за ошибки, за блестящее действие наших солдат, офицеров, за мужество, за героизм, за трагедию народов, который воспринял в себе эту войну, за трагедию афганского народа, он переживает всей душой. И то же самое его романы, посвященные чеченским воинам, то же самое, ведь писатель такого духовного плана охватывает не только одну сторону, он осмысливает все. Он пишет про народ, подвергшийся вот этой вот тотальной катастрофе, пишет честно, откровенно, мужественно. И все военные его уважают, я знаю, его встречают как человека, который не стреляет в спину военных, который скажет правду. Вот примерно так. Ладно, давайте вернемся к Азборскому клубу. И вот в процессе размышлений и в процессе, когда я вас слушал, значит, у меня назрел именно вопрос по Новосибирску. То есть, понятное дело, что не просто так человек такого уровня, как Александр Андреевич Проханов с таким опытом и тем более руководящий таким экспертным советом решил или, по крайней мере, кинул весточку, кинул, как закинул удочку, касаемо того, чтобы в Новосибирске создать отделение целое своего изборского клуба. Это было, скорее всего, не просто так. И вот, если вы знаете более подробно, то, конечно, расскажите, с чем вот это было связано и как примерно это произошло. Ну, да, особо никакого такого призыва не было. Было посещение Александра Андреевича нашего города предварительно. Я и пара человек здесь в городе знакомы с Александром Андреевичем, когда он приехал, естественно, общались. А это было время как раз, когда образовался изборский клуб. Ну, идеология изборского клуба мне лично была изначально понятна, как и все мысли Александра Проханова были всегда мне изначально понятны. Я просто, ну, как бы, они всегда совпадали с моими мыслями. Я просто наслаждался этим, что такой великий писатель и думает такими же мыслями, как я грешный такой человек. Вот. Общались и потом, когда вышел после этого номер газеты «Завтра», Александр Андреевич написал, что в Новосибирске образовалось отделение изборского клуба. Прямо так и написал. А нас он просто попросил помогать. Ну, выбора уже, собственно говоря, не оставалось. Борис, мы уже тогда были. Да, я тогда был. В первых встречах. Он и вас заметил. Да, было дело. Было дело, да. Ну, ладно. Это надо говорить об идеологии, видимо, да? Да, да, да. О целях создания именно в Новосибирске. О целях, верно. Вот я хочу спросить о целях и задачах в Новосибирске, ну и, в принципе, по России. Вообще, изборский клуб – это не партия, там не конкретное объединение. Это формат общения людей. Формат, в котором общаются люди одинаковых идеологических взглядов. Не то, что одинаковых совсем, а основные, целеполагающие такие идеи. Фундаментальные идеи. Они схожи. Они схожи, да. Вот, и поэтому, конечно, скажем пару слов об этих фундаментальных идеях. Вот. В Новосибирске есть. А, это объединение людей, даже, может быть, различных партий. Партии, политологи, аналитики, историки, военные аналитики, представители церкви. Вот Тихон Шевкунов, великолепный писатель и архимандрит, и создатель фильмов. То есть, и не представители партий, понимаете. Но у них своя дорога, у них свои пути. Но в едином формате в каком-то они говорят, да, мы вот участники изборского хороа. И они собираются и общаются. Потому что они отмечают, что мы принадлежим вот этим государственно-патриотическим идеям, объединяющим нам мало того, что государственно-патриотическим, еще и антизападным. Я почему упомянул, что Изборск, город, который постоянно... Да, 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 я понял, отражал удар с запада в первую очередь. Да, антизападники? Не без фанатизма антизападники, конечно. Но антизападники, антилибералы и схожи. Да, все хорошее нам нужно. Но все нам чуждое, все нас завоевывающее, отрицающее, убивающее, убивающее. Зачем оно нам нужно? Зачем мы будем смотреть им в рот, заглядывать и что-то от них ожидать? Согласен, глупо. Вот такой формат. И при этом свободный? То есть каких-то жестких установок? Да нет, конечно, сам Изборский клуб собирался в едином формате только при создании. Там собрались люди, которые инициировали во главе с Александром Андреевичем. Я потом перечислю несколько человек, довольно известных в стране. Собрались, а потом уже начались встречи по всем городам. Александр Андреевич едет в один город, на Урал, на какой-то завод. Едет в другой город, где какие-то научные центры. В третий город, где какие-то идеологические центры. И там в газете «Завтра» проходит такой контент, «Изборский клуб». Значит, и там идут статьи. Люди присоединяются к работе этого формата. Ну, значит, это работает «Изборский клуб». Вот примерно так. Ты не знаешь, что это какая-то партия, которая... Нет, это формат. Это формат единого общения, единомышленника. Ну, ответьте мне, да или нет. Если да, то раскройте подробнее. Я в двух словах можно скажу, что вы сказали? Хорошо. В двух словах. Базовая идеология вот этого «Изборского клуба» нас интересует. Правильно? Вы правильно отметили, что идеология в стране как бы... Отменена даже Конституция, что, в принципе, конечно, глупость. Все страны сегодня в нашем жестоком веке имеют свои идеологии. Идеологии бывают жестокие, страшные, захватнические. Да, есть самое разное. Есть эгоистические и... Есть шариат, допустим, есть та же псевдодемократия. Многие... Не буду я сейчас расшифровывать. Я просто понимаю, я... Грешно, к примеру. Я даже, кстати, не шариат имею в виду. Потому что к мусульманству и к исламу я отношусь очень уважительно. Значит, другие идеологии, захватнические и жестокие, в основном их приносят нам в Запад. Я так считаю лично. Ну, не только я. Значит, неважно. Важно то, что в нашей стране, оказавшейся без идеологии, произошел такой надлом, что люди сегодня действительно не знают, куда, во что верить, кому верить. Не знают вообще ничего мы здесь хотим, ничего мы строим, нигде мы завтра окажемся. Как говорится, в голове пожар, как отвечал даже Достоевский. И вдруг на наше время сыпятся такие удары, которые однозначно заставляют задуматься о том, что мы завтра окажемся, можем оказаться в очень нехорошей ситуации. Очень нехорошей ситуации. Потому что то, что сегодня происходит на Украине, это не просто позыв к действию, и это самое, это конкретный пример того, глубинный такой излом, что мы живем сегодня в самое такое страшное, непростое время. Я обозначу базовые идеологии, которые ведутся изборским клубом. Я их просто укрупненно очень обозначу. Потому что, естественно, для нашей поседы это очень укрупненно, очень фундаментально. Значит, первое идеологическое направление это единство наших исторических, не исторических, а территориальных пространств. То есть Россия не должна никогда отказываться от своего территориального нашего единства. Как оно есть? своих цивилизационных, исторических завоеваний. Мы можем приращиваться, но отдавать и где-то уступать, и что-то проигрывать в идеологических спорах, допускать сепаратизм и так далее, продавать, это не наше. Мы должны сохранить все, что завоевали для нас наши предки. Это первое и, может быть, наверное, самое главное. Второе. Единство временных пространств. Ни для кого не секрет, что в последнее время нашу историю разбили на какие-то части. Одна часть людей отрицает одну часть истории, вторая часть людей отрицает другую часть. Я уж не буду говорить, какую. Понятно всем. На основе этого возникают конфликты, очень непростые конфликты, очень тяжелые. Изборский клуб прорабатывает идею единства временных пространств. Исторического единства. Все, что было в нашей истории, это наша. Это наша непростая трагическая история, из которой мы должны извлекать уроки и на которые должны учиться. И каждое историческое время давало свои герои, свои результаты. Она двигала нашу историю и она двигала нашу историю к тому, к чему мы сегодня пришли. А пришли мы к немалому, к очень немалому. Как бы ни поливали грязью те, кто Россию не вновидит, мы добились на таких огромнейших пространствах очень больших результатов. Как дальше жить в этих результатах, надо разрабатывать уже идеологию общую. И третье, это то, что является не то, что мечтой, а главным таким лобовым ударом теоретиков, аналитиков и вообще тех, кто присоединился к сквозборскому клубу, двинуть страну в прорыв. Стратегический рывок. И вот эти теории, идеологически они разрабатываются именно теоретиками. Это широкое очень пространство. Каждый может зайти на сайт изборского клуба, посмотреть, какие там люди работают, кто считает себя участником этого клуба. Это, кроме, конечно, Проханова, замечательные экономисты. Это Делягин, это Семчера Василий Васильевич, значит, Михаил Хазин, это только экономисты. Хотя те экономисты, которые работают в контенте газеты «Завтра», тоже считаются принципами. Фурсов, насколько я знаю, историю. Фурсов, я дойду до него. Значит, академик Айвлазов, он часто пишет свои статьи в газете «Завтра». Это экономисты, я просто про экономистов говорю. Значит, потом пошли историки. Это Наталья Нарочницкая и Виталий Аверьянов. Это историки, кстати, националисты, они защищают русский вопрос, но они стоят рядом с теми, кто защищает советские смыслы. Я на это обращаю внимание. Конечно же, великолепный Андрей Фурсов, Андрей Ильич, конечно, великолепный историк, аналитик, сильнейший, работы которого и выступления, они просто, ну, смотрятся сегодня как. Как сказка. Просто приятно смотреть на то, что есть в нашей стране такие умные люди. Это Николай Стариков, блестящий писатель, который вышел буквально в последние годы со своими книгами, со своими выступлениями, с такими проработанными, аналитическими, что спорить с ним не берется практически никто. У него прекрасные книги. Вы прочитайте его книги. Это человек, который в своих мозгах проработал очень мощнейшую аналитику. Он сращивает как раз вот эти непростые вопросы, которые являются сегодня камнем преткновения между людьми, которые не могут найти между собой столкновения. Те, кто защищает русские национальные смыслы и те, кто защищает советские смыслы, они зачастую не могут между собой найти единство. И вот эти непростые вопросы не то, что находят, их надо объяснить, понять ошибки, понять трагедию, вывести из этого уроки и не надо ни от чего отталкиваться. Это генерал-полковник Ивашов, великолепный военный аналитик и то же самое Владислав Шурыгин, блестящий военный корреспондент, работы и статьи которого уважаются в самом высоком военном ранге, хотя он по званию такой человек капитан или майор, что за такое, не важно. Это великолепный военный аналитик, к его статьям прислушиваются все. То же самое вы посмотрите, а вот эти ребята, которые сегодня в Днепропетровске, они же вышли из газеты завтра. Ведь Игорь Иванович Стрелков, он писал свои статьи в газете «Завтра». Тоже по военной аналитике. И Александр Бородай, он не выходит из контента аналитического канала «Гень» Андрея Фефилова. Андрей Фефилов тоже самый изборский клуб. Ну, не говоря о том, что он сын Александра Проханова, но это самостоятельный, великолепный журналист, аналитик, который имеет контент, аналитический канал «Гень», который каждый может сегодня посмотреть и посмотреть, какие люди там работают в этом контенте. Ну и так далее. Я даже вот перечислять этих людей, я говорю, откройте сайт изборского клуба и посмотрите сразу, какие имена и какие люди сегодня там в этом формате присоединились к этому формату, я скажу. Вот так. Не то, что там кто-то клуб собирается, посидеть. объединение наших историй, наших исторических смыслов, сохранение завоеваний наших. Люди, которые работают в едином формате. А раз есть единый формат общения, значит, будет единая идеология. Цель создания единой идеологии ни больше, ни меньше. Чтобы люди понимали, для чего мы живем и где, и зачем. И чтобы молодежь к этому присоединялась. И чтобы молодежь понимала, для чего она вступает. Для чего она забирает эту непростую страну. Завтрашний день строить очень непросто. Никогда было непросто. Для чего вы забираете эту страну и куда вы ее поведете? Да вы? Да. Ну что ж, Евгений, мы вот обсудили и выяснили все коренные вопросы и выяснили суть. Не все. Ну не все, но вот самые основные я думаю выяснили. Целенаправляющие. Для этого мы будем собираться, приглашать людей, будем разговаривать, будем искать какие-то вопросы объединяющие. Объединяющие вопросы. Мы уже провели несколько тут передач, правда они такие были не очень объединяющие. Мы разговаривали с украинскими националистами. Ну, для начала... В этом тоже есть полезный опыт, потому что нужно разговаривать со всеми. надо разговаривать со всеми и отрицать то, что наша цивилизация едина, хотя ее разорвали противоречия, но эти противоречия были произнесены извне. Вот это мы должны все понять. И этому противостоять. Хочется спросить такой, относящийся к организации вопросу, вот, изборского клуба, касаемо новосибирского отделения. Скажите, пожалуйста, Евгений, кто входит помимо вас в избор, в новосибирское именно отделение изборского клуба? Да, конечно, Что значит помимо меня? Значит, кроме меня есть люди, которые знают Александра Андреевича Проханова, которые его сюда привозили, которые вот это все в этот контент и как бы входили вместе с ним. У нас три координатора в городе, кроме меня еще два человека. Это председатель конституционного совета, который мы выбрали, это Виктор Михайлович Мокровицкий, известный в городе предприниматель и глава союза журналистов Новосибирска из Новосибирской области Андрей Геннадьевич Челноков. Вот три человека, которые называют себя координаторами изборского клуба, которые вот в этом формате значит готовы работать и дальше. ну а те, кто присоединяются к этому формату, это очень все свободно, как вы понимаете. Значит, ребята из Евразийского союза молодежи очень хорошо отозвались. Индунгинское направление. Индунгинское направление, они очень хорошо к этому направлению отнеслись. даже очень ожидаю людей от Стариковского, от ПВО, партия Великое Отечество. Очень жду, потому что знаю, эти ребята здесь есть. Почему бы не приходить и не создавать темы, и не работать в этом контенте. Значит, ну, как бы у Кургиняновцев свое направление очень, к сожалению, хотя идеологически они очень близки. ради Бога. Ну, а что, оставим на их совести? Ну, при чем здесь совесть? Они работают в своем направлении, да. К сожалению. Я считаю, что единые мысли надо как-то в один контент собирать. Значит, ну и так далее. Любые люди, которые понимают смысл государственно-патриотических направлений, философии, идей, и так далее. Присоединяйтесь, работайте. Они готовы, да. Они могут спокойно выносить свои тематики на вот такое обсуждение. Спасибо за вопрос. Спасибо вам за то, что вы рассказали. Спасибо.